В Ростов-на-Дону отправились студенты-медики волонтеры СКГА. Они направятся в военный госпиталь для оказания помощи медикам в лечении военнослужащих СВО. Каждый из студентов самостоятельно принял взвешенное и ответственное решение в лечении военнослужащих российской армии, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Многие из них оказывают помощь не впервые. Альбина Ламкова продолжит тему. Я сам еду второй раз. И первый раз мы туда попали в начале ноября месяца. Нас встречает и главврач, и, соответственно, и начмед, которые заселяют нас в казарму. И после этого, соответственно, назначают нам отделения, в которых непосредственно требуется наша помощь. Студенты-медики самостоятельно принимают решение, в каком отделении будут оказывать помощь. Иеромир выбрал нейрохирургическое. По кончанию медицинского института он будет работать в этом направлении. Проходя практику в военном госпитале, наши студенты-медики лечат не только тело, но и души. Все истории, которые рассказывают бойцы, они каждая по-своему уникальная и особенная. Потому что каждый по-своему проходит через этот путь, через участие в этой операции. Но каждая история, она полна патриотизма. И каждый боец, который рассказывает нам об этом, он мечтает вернуться обратно на территорию специальной военной операции, чтобы продолжить свою службу. Задача военного госпиталя – полная реабилитация больных. Студенты-волонтёры медицинского института СКГА помогают его врачам в лечении военнослужащих, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине с начала лета. Очередная группа волонтёров направляется в восьмой раз. Практически все студенты имеют начальную медицинскую подготовку. Многие из них прошли испытания в красной зоне в период пандемии. Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» вручало им благодарственные письма, грамоты за ту помощь, которую они оказывают нашим российским солдатам. И Руслан Махарович спросил, ребята, есть ли у вас желание продолжить эту миссию, эту работу? И вы знаете, в ту же секунду все 40 ребят, которые сидели за этим столом, подняли руки. Действительно, на глазах наворачиваются слёзы и переполняют чувство гордости за тех ребят, которых мы обучаем. И хотелось бы выразить огромную благодарность их родителям. Элла Дармилова выразила уверенность в том, что ВУЗ выпустит не только профессионалов своего дела, квалифицированных медиков, но и настоящих людей-патриотов своего отечества и своей родины. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Весик, Арчаево, Чекесия.